Ну что ж, дорогие друзья, из Испании мы переносимся в Словению. Через несколько секунд к нам присоединится Андрей Карачун, директор по развитию компании Estate Barcelona. Ну а пока Андрей присоединяется, у меня есть интересная новость по Испании. Сейчас я ее найду, вот она у меня есть. Итак, компания CBAE или СБРЕ сделала свой прогноз относительно инвестиций в недвижимость Испании. Прогноз, ну не самый утешительный, инвестиции в недвижимость Испании в 2020 году, относительно 2021, должны сократиться на 30%. Если в прошлом году было примерно 12 миллиардов евро вложено в испанскую недвижимость, то в этом году 9 миллиардов. Но при этом для инвесторов в целом должна быть перспективная испанская недвижимость, по крайней мере так ее признают. И что самое интересное, на данный момент в Испании третий инвестиционных проектов были приостановлены из коронавируса. 12% официально закрыты, 18% присвоен рискованный статус. Ну а остальные сделки были, там 70% сделок были отложены вот в течение этих нескольких месяцев. А вот Андрея я и вижу. Андрей, привет. Да, добрый день, Филипп. Здравствуйте, дорогие зрители. Спасибо, что нашли время. Да, видим, слышим. Давай как раз начнем с тобой вот об изменениях, которые произошли на рынке коммерческой недвижимости. Что сейчас там покупают, может быть, что в основном не востребовано. Как раз я прочел новость от компании CBR, которая сказала, что в течение последних двух-трех месяцев, по крайней мере, середины марта, испанский рынок на самом деле стоял, ничего родом еще там не происходило. Так ли это? И вот сейчас какое движение началось? К чему приходите вы? Да, в принципе, ты все правильно сказал. Новость – это абсолютно точная. Вот единственное, что я хотел бы сразу уточнить, что я не являюсь специалистом по всей Испании, да, и мы специализируемся на недвижимости Барселоны. Поэтому я в основном могу быть полезен тем людям, которые нацелены на этот регион. И я с удовольствием поделюсь информацией именно про этот регион. Ну, давай тогда как раз расскажи в двух словах, что видишь ты сейчас. Как ты сказал, в течение двух месяцев было некое затишье, это затишье перед бурей или не совсем так? Или буря уже наступила, что происходит? Появились ли какие-то новые варианты? Как ведут себя сейчас продавцы, собственники и так далее? Ну, немножечко я бы уточнил, что касается сроков, да. К сожалению, Испанию коснулся этот трагический сюжет больше. Пришлось находиться более трех месяцев в конечном итоге в карантине. Вот. И это длилось с 16 марта по 22 июня. И только на прошлой две недели назад открылись, можно сказать, границы для Евросоюза. Вот. Все это время рынок был практически парализован. Естественно, накопилось огромное количество объектов, потому что жизнь человеческая продолжалась. Людям надо было в любом случае решать какие-то свои жизненные задачи, но, к сожалению, не позволяло карантин. Вот. И дистанционные продажи на рынке недвижимости – это скорее исключение, чем правило. И, естественно, только с момента, когда людям разрешили выходить из домов, когда они смогли спокойно участвовать в просмотрах, началась активная фаза. Вот. Если говорить о степени активности, то, наверное, самая наибольшая сейчас степень – это местные покупатели, которые абсолютно свободно передвигаются. Они сейчас активно включились в процесс, ничего не боятся, ходят на просмотры, покупают. И буквально, как я уже сказал, две недели назад разрешили, значит, жителям Евросоюза также передвигаться. Ну и, собственно говоря, мы увидели здесь уже немножко другую картинку. Приехали французы. Вот. Их стало… Так как мы находимся в Кастабраве, это от Франции практически… Рядом хранится. Абсолютно. Рядом, да. Вот я, например, был на прошлых выходных в Бигури. И такое ощущение, что я во Франции побывал, потому что люди настолько уже, понятное дело, истосковались по путешествиям, по каким-то процессам, что они уже, собственно говоря, очень активно вошли в стадию… Да, и в том числе и в недвижимости. Окей. Ну, смотри, в течение нескольких месяцев были прогнозы, которые в значительной степени напоминали гадания о том, что в сегменте коммерческой недвижимости… Вот кто-то говорил, все будет стабильно, кто-то говорил, некие более дешевые предложения все-таки появятся, ну, потому что собственники будут вынуждены что-то продавать подешевле. К чему вы пришли сейчас? Много ли появилось в продаже новых объектов и появились ли на них хорошие скидки? Если да, то давайте какой-нибудь пример приведем. Ну, сейчас можно сказать только какие-то предварительные прогнозы, да, то есть то, что мы на рынке уже увидели, если говорить про коммерческую недвижимость, то сегодня появляются какие-то единичные объекты по сниженной цене. Ну, и это, скорее всего, связано с необходимостью собственников решать какие-то свои накопившиеся задачи, то есть кому-то надо спасти бизнес, у кого-то ипотека, ну, в общем, выровнять положение. Но так, чтобы это был какой-то прям демпинг, ну, конечно же, об этом мы сейчас говорить не можем. И опять же, стоит всегда с оглядкой, да, это все воспринимать, потому что Барселона классически – это город, который рынок продавца, да, то есть тут количество объектов всегда превышает, ниже, чем спрос на эти объекты. Поэтому, если и появляются какие-то объекты сейчас, вот, то это те объекты, которые, ну, наверное, где-нибудь находятся на периферии, а объекты, которые мы хотим увидеть в перспективе, объекты, естественно, которые находятся в каких-то центральных локациях, то, что наиболее интересно инвестору, там, где меньше рисков, там, где больше и стабильнее заработок, эти объекты будут появляться постепенно, так как собственники, они цепляются за такие места и без сбоя не сдаются. Окей, но давай тогда перейдем к первому примеру твоему, а вот это, насколько я понимаю, коммерческое помещение Эшампли – это центр? Сейчас, секундочку, я не вижу просто почему-то картинку, она у меня… Коммерческое помещение в Эшампли – тот предложение, о котором ты хотел рассказать, в настоящий момент ряда у нас по салонам. Да, здесь мы видим, что здесь появилось помещение, и хочу сказать, что сейчас, как никогда, да, мы можем увидеть помещение в тех местах, где еще полгода назад это было весьма проблематично. То есть, я повторюсь, что спрос в Барселоне намного превышает предложение. И то, что мы сейчас видим, в частности, вот этот объект, а особенно со скидкой, ну, естественно, имеет смысл вникать, смотреть, какая… Ну, видно, да, что рентабельность, возможно, не самая лучшая, вот. Ну, и тем не менее, надо понимать, что кризис, он заканчивается когда-то, и любой спад будет продолжаться ростом. Поэтому здесь бы я все-таки сделал акцент на том, что именно локация имеет определяющее значение. То есть, надо смотреть по принципу, где находится объект. Ну, и второе, конечно, кто арендатор. В данном случае здесь, я вижу, спа-салон, ну, поэтому, наверное, и скидка столь большая, потому что если бы спа-салон мог работать коронавирус, наверное, да, это был бы больше плюс. Я так понимаю, я не могу 100% утверждать, что они не работали, да, но, по крайней мере, хочу именно сакцентрировать внимание на том, что если объект находится в центральной локации и у него хороший арендатор, то скидки на него максимум 5-10% и навряд ли будут больше. Ну, вот смотри, я правильно понимаю, что цена продажи такая, она появилась уже буквально последний месяц, то есть это довольно свежая история, и до кризиса этот объект не продавался? Да, конечно. Вот в том-то вся, как говорится, хорошая информация для нынешних инвесторов, да, то, что сейчас время, которое надо использовать для того, чтобы заходить в сделки. Потому что то, что было на, скажем, растущем рынке, да, те условия, это, естественно, сейчас совсем другая ситуация. Потому что, как ни крути, поддержка бизнеса, конечно, была колоссальная и со стороны Европы, и в частности в Испании, то есть заливались огромные суммы, но в любом случае это так или иначе не спасло всех. Какие-то арендаторы сегодня вынуждены подвести черту, и, собственно говоря, таким образом у собственника начинают возникать уже какие-то моменты, когда он вынужден какое-то время находиться без той же арендной платы, да, кто-то задумывается, у кого-то не один объект. То есть это дело, как обычно... Ну, вот смотри, если мы говорим про подобное предложение, ты сам сказал, что спа-салон, ну, в пандемических историях не самый качественный арендатор, в отличие, скажем, от ритейла или аптеки. Но при этом, ставив заключенный договор на 15 лет, надо, соответственно, видимо, как-то осуществлять некую проверку и понимать, что эти ребята, в принципе, там, не сейчас, а когда рынок как-то восстановится, и когда разрешение на работу будет получено, что они будут финансово готовы продолжить свою работу. Я хочу в этом месте, наверное, назвать еще одну очень важную характеристику рынка, да, которую имеют другие рынки, в частности, российские. Есть такой термин, как троспасса, и, ну, для, наверное, россиян, для многих это нечто новое, поэтому я объясню, кто не сталкивался, как это работает. Если, например, вот, предположим, ситуацию в России, да, вы покупаете объект с каким-то арендатором, у вас, естественно, договор, возникли сложности, ну, нашла коса на камень, как говорится, и арендатор не может платить. Здесь, конечно же, итог один, арендатор съезжает, как правило, собственник ищет нового. У нас в Испании арендатор может воспользоваться троспассом, то есть он может перепродать свое право аренды помещения другому, третьему лицу. Вот тут важно понимать, да, только задумайтесь, то есть если право аренды перепродается, насколько на самом деле рынок, скажем, надежный, защищенный, насколько предложение на этом рынке, значит, ниже спроса. Поэтому в данном случае собственник, он продает объект вместе с лицензией, как правило, на определенную деятельность, с оборудованием, с клиентской базой, партнерской, и, значит, получает выгоду, и арендатор при этом, то есть арендодатель, собственник ни дня не сидит без какого-либо дохода. То есть все участники рынка, все контрагенты абсолютно остаются при своей выгоде. То есть такого нет нигде, это своего рода защита инвестора. Поэтому на таком рынке… Андрюш, можно точнее, значит, вот я арендатор, я понимаю, что я платить, ну, как бы не могу, мой бизнес не позволяет сейчас, что делать. Я не то чтобы съезжаю, я просто продаю свой бизнес или я продаю право кому-то на аренду этого помещения? Да, ну, Троспаса и подразумевает, что больше мы, ты, как арендатор, больше не взаимодействуешь с собственником. Ты предлагаешь кому-то еще, неважно, там, Василию Ивановичу, там, с улицы какого-то, зайти на его место, начать работать, а он еще за это тебе платит 150 тысяч. Ну, это такса Барселоны, как минимум 150 тысяч, если речь идет о небольшом каком-то, значит, объекте, да, то есть о небольшом бизнесе. Но здесь, опять же, хочу небольшую ремарку, да, что речь идет действительно о каких-то центральных локациях, там, где есть туристический трафик, там, где есть востребованность именно в аренде, потому что это не относится к местам, которые находятся где-то там на периферии. Нет такого, что 100% объектов сегодня по такой схеме можно реализовать. Дело в том, что неликвидов тоже много, об этом, конечно, имеется в виду помнить. Окей, давай тогда просто его уточним, но все-таки, а какая сейчас ситуация сложилась у арендодателей? Насколько просели их доходы и как вы, значит, ваша компания же активно ведет переговоры, как управляющая компания? С чем вы столкнулись? Насколько сейчас гибко ведут себя собственники? Насколько требовательна и насколько тяжелая ситуация у арендодателей? Как вот это сейчас происходит? Ну, смотрите, я могу так ответить на этот вопрос, что для нас это своего рода была лакмусовая бумажка нашей предыдущей деятельности, да? То есть, когда мы, ну, к примеру, я готов к сегодняшнему разговору, мне предоставили информацию. Я понимаю, что наш отдел по работе, именно отдел, который занимается управлением недвижимостью, это отдельный департамент, они проработали 27 сегодня непосредственно клиентов, да? То есть, это те ситуации, в которых нам приходилось договариваться с собственниками насчет снижения, насчет каких-то льгот, условий, вот, и прочее. Естественно, не стоит забывать, что все это происходило на фоне господдержки, вот. И, тем не менее, те, значит, из всего вот этого объема, который нам пришлось проработать, да, потому что, ну, встречались реальные проблемы, только три собственника изъявили желание полностью, ну, как бы, готовить отношения, потому что там ситуация была практически патовая, и в одном случае нам удалось выйти на троспасса. Так вот, получается, что в целом и общем каких-то глобальных скидок для арендаторов мы не предоставляли. То есть, в основном, ну, это примерно, там, 20-30% случаев, там, каждый пятый, там, четвертый случай, мы людям давали именно на период карантина какую-то скидку. Некоторым, там, процентов еще 10-15 дополнительно, мы давали скидку до конца года. Ну, конечно, приоритетом было для нас, это полностью сохранить доход нашего клиента, нашего инвестора, и мы более охотно, если он был согласен, предлагали рассрочку платежа. То есть, в некоторых случаях, вот у нас есть, например, магазин продуктовый, да, мы дали отсрочку, кстати, сделка была закрыта на камне коронавируса, да, и человек еще не успел понаслаждаться, как говорится, доходом и почувствовать, да, свою выгоду. Но вот если говорить об этом случае, то ему было удобнее, мы договорились на 10 месяцев рассрочки, через это время клиент начинает платить, естественно, в полном объеме и ежемесячно реструктурирует долг. Вот. Ну, естественно, какие-то без помощи государства было бы, конечно, дело сложнее, потому что государство, именно оно сохранило бизнес, именно... Пусти, а кому государство помогает-то, в первую очередь, арендаторам, собственникам или арендодателям? Давайте абстрагируемся, да, что такое арендодатель? Арендодатель, к примеру, это, ну, пускай это продовольственный магазин, да, у него работы, ну, небольшой, пускай это, скажем так, не какой-то ритейл, как Меркадона, а какие-то там семейный бизнес, там, 4-5 испанцев, там, к примеру. Вот. И в этом случае, конечно, если они там занимаются, там, юридическое лицо, там, неважно, там, автонома, предприниматели, в этом случае они получают государственную поддержку. То есть, и с одной стороны, государство обеспечивает их, то есть, выполняет свои социальные функции, там, дает им гарантии, дает им, в принципе, деньги, да, вот, а с другой, ну, для того, чтобы пережить. А с другой стороны, ну, мы... Дело в том, что на законодательном уровне никто не, значит, может заставить собственника пойти, значит, на условия, там, скажем так, смягчения арендной платы. Это уже дело сугубо частное. И то, что мы добились такого результата сегодня в переговорах, это, наверное, большой плюс, я не хочу, так говорится, хвалить сам своих сотрудников, и тем не менее, это, на самом деле, хороший результат, которого мы достигли. Так смотри, а собственникам, ну, хорошо, собственник вынужден идти на встречу, потому что вот вы добились такого результата, или вот собственнику каким-то образом государство тоже помогает, или оно помогало больше арендатору? Знаешь, ну, тут можно, если так, в общем ответить, то та помощь, которая была оказана секторам, вот, например, если какой-то объект не функционировал, да, такие там, как магазины... Одежда, например. Да, магазин одежды, например, то здесь уже все индивидуально. То есть надо понимать, что объем помощи – это не те деньги, которые позволят пережить, там, скажем, какой-то длительный период времени. То есть если бизнес находился под оприменением, то, естественно, так или иначе возникали проблемы. Но здесь я еще раз акцент сделаю на том, если бизнес функционирует в хорошем месте, то тот же самый арендатор может спокойно выйти из него без всяких потерь. То есть, да, он может организовать следующий бизнес. Надо сказать, что испанцы не самые бедные люди, и 80% людей, они на самом деле располагают возможностью приобретать какие-то там дополнительные объекты, у кого аптека, у кого там еще какая-нибудь лавочка. Вот, поэтому… Вот как раз об этом и хотел сказать. Какой объект, какая коммерция, на твой взгляд, по твоему опыту, интересна сейчас для инвестора, который до недавнего времени не был вхож в испанский рынок? На что ему сейчас надо смотреть? И, ну, давай тоже, может быть, конкретный пример какой-нибудь приведем. Ну, инвестор инвестору розни. Я бы, конечно, для классического инвестора, тот, который хочет диверсифицировать свою прибыль, и в частности сейчас, наверное, больше надо говорить о том, о сохранении, да, что мы видим сейчас повсеместно. Мы видим, что сегодня ключевые ставки упали, в Англии отрицательные. Та же самая Испания с 2015 года платит нулевую ставку, то есть на банковском продукте никто уже не зарабатывает. В России появляются дополнительные риски, валютные риски, естественно, девальвация рубля. То есть, что касается политических аспектов, вы сами прекрасно знаете, недавно проголосовали, статистика есть, вот, и тоже не радует, и тоже непонятно. То есть, горизонт планирования один год для инвестора ни о чем. Поэтому классический инвестор, который заходит, ему бы мы, как и прежде, посоветовали помещение с арендатором и обязательно, еще раз делаю акцент на этом, это очень важно в хорошей локации, потому что локация имеет определяющее значение. То есть, локация – это ликвидность, локация – это стабильность денежного потока, ну и, в общем, отсутствие как-то каковых рисков. То есть, арендатор не захотел с тобой иметь вела без проблем, ты находишь в течение двух недель, максимум полтора месяца, а это уже статистика, ты находишь нового. И второй ключевой момент, когда мы, значит, инвестору советуем что-то, второй ключевой момент, который мы учитываем, это качество арендатора. То есть, якобы арендатор, мы, конечно, стараемся затащить каких-то хороших, значит, какой-то хороший сильный бизнес. И сейчас, в любом случае этого времени, наверное, скорее тот, который будет функционировать вне зависимости от любого карантина. И вот тогда у нас собственник защищен. Да, он немного меньше зарабатывает, но защищен он, конечно же, со всех сторон. Поэтому я использую стрит-ретейл-объект с арендатором. Хорошо, давай посмотрим тогда еще один пример, который ты привел. Вот коммерческое помещение в Грасии. Несколько слов вот об этом типаже. Это, конечно, не стрит-ретейл, но, тем не менее, банковское отделение и контракт подписан сроком на 15 лет. В какой степени это предложение уникально, в чем его интерес? Тут рентабельность, ну, 5%, это тоже там не 7, не 8, но, с другой стороны, как ты справедливо заметил, при нынешних банковских ставках 5% – это радость огромная. Несколько слов об этом. Смотрите, смотрите, я надеюсь, что вообще вот так вот, если географически, район Грасия большой, если это какие-то центральные туристические места, то, конечно же, мы отталкиваемся от того, что таких объектов вообще, в принципе, раньше не было. Если бы полгода назад мы получили нечто подобное, то мы смогли бы массу наших клиентов в этом плане удовлетворить, закрыть с ними сделки, и очень быстро все были счастливы. То есть сейчас, повторюсь, возникает именно такой момент, когда стали появляться объекты в таких местах, где раньше их не было. То есть Барселона практически – это рынок продавца, то есть здесь при всем желании никто никогда не сможет построить в том же самом там готическом квартале какой-нибудь объект супермаркетом или уйти этажами вверх. То есть здесь всегда будет определенное количество объектов, пользующихся большим спросом. Поэтому тот объект, который появляется, и мы видим, это и Шампли, готический квартал или что-то еще, мы должны смотреть, что на самом деле, в каком месте находится этот объект. Что касается этого арендатора, ну, я так скажу, что ни один банк, а у нас не, скажем, мы очень предпочитаем там, чтобы банкиры были сегодня арендаторами. Ни один банк ни на копейку не снизил арендную плату и ни на секунду его не задержал. Да, они все были закрыты. Мне приходилось, как и многим другим, ходить в одно дежурное отделение, вот, отдельно там коммерческие клиенты, отдельно частные лица, но все счета оплачивались стабильно по расписанию. Поэтому здесь, что я могу сказать, если собственник еще пойдет на встречу и с ним можно будет переговорить по цене, тогда это вообще, ну, я так скажу, это уникальные ситуации, которые возникают только в момент экономических кризисов. То есть без всякого, ну, скажем, безлогной скромности, да, потому что инвесторы должны понимать, сопоставлять риски и, собственно говоря, понимать, когда это происходит. Потому что некоторые мои коллеги говорят, что то, что сейчас назревает, в том плане, какие объекты появляются, не видели там 10-20 лет. То есть сегодня сейчас арендаторы пытаются эти объекты сдать с распаса, а где-нибудь там, к примеру, ближе к осени, к зиме, мы в любом случае увидим эти все приложения, но они будут, естественно, достаточно быстро реализованы, потому что всегда надо понимать, что рынок нивелируется спросом, что сегодня уже есть достаточно большой поток желающих, и, собственно говоря, я повторюсь, но есть, наверное, это ключевое значение, и зарабатывать особо не на чем. Выбора нет. Банк такого продукта сегодня не дает. Про биржу я, наверное, промолчу, потому что те, кто играет на бирже, знают, какая она сейчас переоцененная, волатильная и прочее, прочее. То есть, упрощение, конечно, что так развернуто ответил. Скажи, пожалуйста, а причина продажи вот тех двух объектов, которые ты представляешь, это личный, вот тоже тот пример, когда частный смущий собственника, которому надо побыстрее, в силу каких-то его личных... Я не готов сейчас говорить, мы не из той категории компаний, которые кричат срочно, у кого-то проблема, покупайте. Нет, дело в том, что, если нужно, я, конечно, эту информацию уточню, кого-то заинтересует, мы обязательно расскажем. Дело в том, что я, наверное, всех утомил тем, что напоминаю еще раз, тут надо все-таки смотреть на параметры помещения, на его географическое положение и на арендатора. А дальше уже переходить к делу, там делать какие-то оферты. Поэтому причина, она не столь важна. То есть причину можно придумать, в принципе, любую, чем особенно грешат многие леопаты. Я бы хотел обратить внимание именно на сопоставление риск и заработок, доходность-риск. Окей. А я прошу контакты компании SD Barcelona, кто захочет связаться с Андреем и его коллегами, опубликовать в чате. Андрей, ну и тогда завершающий тоже со мной стороны общий вопрос. Два примера мы посмотрели. Все-таки, на твой взгляд, сейчас удачное время для выхода на рынок тех инвесторов, которые не имели отношения коммерческого недвижимости в Испании. То есть те, кто хочет, по сути, для себя начать что-то с нуля. И сейчас время присматриваться и подождать там пару месяцев или вот уже сейчас надо там, что называется, держать руку на пульсе. Твои ощущения? Ну, на самом деле, я уже, наверное, на этот вопрос чуть раньше успел ответить, да. И еще раз тогда, наверное, подведу черту, да, и сделаю уже тот вывод, который, собственно говоря, напрашивается сам собой, что наиболее выгодные инвестиции в зарубежную недвижимость, они всегда получались у наших клиентов во времена кризиса. Если вспоминать, там, значит, 14-й год, то есть 2008-2014 год, то спад тогда был достаточно длительный, да, и мы видели проседание рынка в течение там нескольких лет. Но постоянно на рынке появлялись какие-то первые, да, то есть поэтому, скорее всего, нужно подождать еще месяц-другой, да, объективно, потому что рынок сейчас еще находится в прострации, да, только деактивировался, только копятся плохие долги. И сейчас собственники, я думаю, ближе к осени, к зиме, начнут действительно в более большом объеме предлагать какие-то варианты, там, где их раньше не было. Но, с другой стороны, варианты появляются уже сейчас, и надо быть готовыми к тому, ну, то есть саккумулировать необходимую сумму на счету, там, если есть такая возможность, либо просто выйти там из каких-то рискованных активов, начать работать дистанционно, что-то подбирать, потому что сейчас те объекты, которые появляются, тоже, в принципе, собственники могут принять хорошую оферту. То есть никто не мешает, сейчас у нас уже есть в активе несколько хороших сделок, но дело в том, что клиенты, они могли сюда добраться, у них есть там золотые визы, кто-то здесь уже был, но в нашей практике сегодняшней есть сделки, и есть огромное количество желающих, то есть если сравнить, например, прошлый год относительно того, что мы имеем сейчас, таких клиентов стало в разы больше, то есть в 3-4 раза больше, статистики нет, но примерно людей, которые сидят, ждут, держат руку на пульсе, и все наши инвесторы, которые с нами, многие из того кризиса, сейчас активизировались, и сейчас действительно, то есть, надо определиться с суммой, и держать ухо во строк, чтобы не упустить вот эти вот горячие эффекты, поэтому... Андрей, я могу с тобой согласиться, да, события заставляют, и мы это видим, вот этот отложенный спрос, еще помноженный на определенные, совершенно объективные трудности с переездом, да, с логичем просмотра, они как раз пружину сжали очень-очень основательно, и число запросов, мы это видим, увеличивается, если оно было меньше, там примерно на треть, там в апреле, в марте, то в мае оно почти идентично прошлогоднему, по некоторым странам оно даже больше, в июне оно больше уже однозначно прошлогоднего, просто потому, что, ну, к сожалению, не у всех есть оптимизм, связанный с ситуацией на, там, российском рынке, в России вообще, не только в России, во многих странах, где часть населения говорит на русском языке, с которой, в частности, мы работаем. Ну, да ладно. Дорогие друзья, Андрей Карачун, директор по развитию компании State Barcelona. Андрей, спасибо тебе огромное. Контакты компании перед вами, предложения, которые Андрей сделал вашему вниманию. Есть желание, пожалуйста, обращайтесь. Еще раз напомню, что, безусловно, материал и с краткой информацией, и с развернутой информацией, о том, о чем мы говорили на этом вебинаре, будет на пляне опубликован в ближайшее время. Андрей, спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Главное, не болейте, берегите себя, своих близких. Пока еще эта зараза не дремлет, поэтому всем сходим. чтобы меня могла, Потому, чтобы мне, чтобы меня было,